Год назад вы в принципе обозначили уже действия властей в области энергетики, вы назвали их диверсией. Сегодня ЧП, очередное ЧП, ЧП с высоковольтной линией, по сути дела второй ремонт за месяц. Как изменилось ваше отношение к действиям властей в отношении энергетической системы? Добрый вечер, Резида Теринтонна. К сожалению, к большому сожалению, то о чем мы говорили, и не только я, а многие представители общественных, политических организаций, рядовые граждане, все наши опасения, они воочию уже подтверждаются, реализуются. На самом деле, эта тема намного глубже, нежели авария на одном из участков высоковольтной линии электропередач. Это последовательность действий, которая привела к коллапсу в энергетической системе. Хочу просто сказать, что это только начало. Нам предстоит довольно длинная и тяжелая зима, холодный период времени. Если вернуться к началу, первая причина всего того, что происходит сейчас, вот эта интенсификация всего кризиса, она связана с тем, что было принято неправильное, непродуманное решение в сентябре еще 2020 года о легализации майнинга. Это решение увеличило нагрузку на нашу энергосистему, которая и так была в кризисном состоянии на 50%. Хочу вам сказать, что любая энергетическая система, даже самая абсолютно здоровая в мире, если в одночасье за короткий период времени получит нагрузку, увеличение нагрузки на 50%, никто не гарантирует, что там не будет аварий. Тем более, если говорить уже о нашей, которая и так находилась не в очень хорошем состоянии. В этой связи, рост потребления, существенный рост потребления, вызванный вот этим решением, и потом уже отсутствие ответственности, отсутствие элементарных навыков управления, потому что, когда президент дает поручения, приказы своим прямым подчиненным, они эти приказы и поручения прямо игнорируют, никто за это не несет ответственности. Ну, насколько мы с вами знаем, только глава небольшого села в Булыжском районе был уволен, и все, никто за это ответственности прямой не понес. Конечно, в этой связи последовательность этих действий, безответственность со стороны конкретных лиц, принимавших такие решения, и, соответственно, отсутствие нужной реакции со стороны президента, она привела вот к этой ситуации с этой линией очаговая. Что там на самом деле произошло? Это узкое место нашей энергетической системы, передающей сети, и вот этот участок, он достаточно узкий, пропускная способность, она ниже, нежели в других местах. Поэтому депутаты 6-го созыва предлагали включить в бюджет 2021 года статью, там объем 100 миллионов рублей, насколько я помню, чтобы отремонтировать в теплый период времени. Во время ремонта диверсионного туннеля, насколько я помню. Совершенно верно, да, воспользоваться остановкой МРУГС и так далее. Тогда правительство легко отмахнулось от этого предложения, обосновывая это тем, что у них есть свой план на СИЧУ. Вот план мы видим, какой по факту. Ремонтные работы были выполнены некачественно. Это вы сейчас о сегодняшних ремонтных, об октябрьских говорите, да? Да, насколько мы потом разночтение, сначала была сумма озвучена 50 миллионов, потом ответственные лица выступили и сказали о том, что проектно-спектная документация находится еще на этапе согласования и так далее. То есть вопрос возникает, если проектно-спектная документация на согласование, на каком основании выполнялись работы. То есть масса вопросов. Это вообще смешно. Потом по самым материалам, насколько мне известно, они не соответствуют техническим нормам. Там опоры, расстояние между опорами, материал, который был использован. То есть это все вот такое вот в клубке, оно привело к тому, что произошла авария. И, к сожалению, эта авария не последняя, потому что, опять же, возвращаясь к уровню потребления, который в этом году больше, чем в прошлом году. И в прошлом году, соответственно, больше, чем в позапрошлом и так по восходящей. Если в конкретных цифрах, на 6-е ноября, на 7-е, на 6-е ноября порядка 7 миллионов 250 тысяч киловатт-часов в сутки Абхазия потребляется с учетом отключений. Там, тот же день прошлого года, порядка 7 миллионов. Чтобы было понимание, для тех, кто нас слушает и не очень понимает, в среднем Абхазия в сутки потребляла до 5 миллионов киловатт-часов. Среднегодовое значение. Вот насколько увеличилось потребление в Абхазии. И нормы Уголовного кодекса ужесточались в этой связи. Помните, там было предложение президента, парламент 6-го ассоциации поддержал, но нет ни одного уголовного отдела. То есть полная безответственность. Абсолютное отсутствие ответственности и каких-либо последствий. Поэтому вот это все привело к тому, что... И все-таки отчастного к общему. Это целенаправленное, я не говорю сейчас об аварии на ВЛ. Это целенаправленное действие, которое совершает власть? Или все-таки это неумение, плохой менеджмент, непрофессионализм и так далее? Или это действие все-таки направленное на принятие поправок к закону, о которых так много говорили, и о приватизации сетей? Вот как бы об этом... Извините, мы с вами люди ответственные, поэтому мы должны, говоря что-то, расплавить фактами. Я тоже привык обращаться к фактам. Есть люди и в правительстве сегодняшнего Абхазии, и может быть и в обществе, которые считают, что нашу энергетическую систему, которая сегодня является на 100% государственной, то есть наша с вами собственность, должна перейти в частные руки. Есть такое мнение. И эти люди, находясь на своих позициях, реализуют эти планы. Вот здесь передо мной лежит документ, который называется «Дорожная карта по выходу из энергетической кризисы» и так далее. Вот пункт 3.1.3. Этот документ был летом 2021 года подписан, кулуарно, кстати, его никто не обсуждал. Вот пункт 3.1.3. Абхазия взяла по соответствии с этим документом, который правительство наше подписало с Российской Федерацией, обязательство о том, что оно будет подписывать соглашение, предусматривающее привлечение инвестиций российских компаний в целях развития и модернизации электросетевой инфраструктуры Республики Абхазия. На условиях гарантированного возврата таких инвестиций. Вот эти планы о том, что... Какой срок там исполнения? Первый квартал 2022 года. Чуть-чуть опасно. Ответственный кабинет министра Республики Абхазии, Министерства экономики Республики Абхазии. Вот вам факты. Есть документ, есть текущие состояния энергетической отрасли. Есть действия, которые, наверное, должны убедить нас с вами, граждан Абхазии, в том, что государство является плохим собственником. Ну, рядовой гражданин, когда у него дома нет света, он, конечно, будет искать какие-то выходы. И вот государство... Это все может объясняться тем, что государство плохой собственник, нужно частные компании привлечь. И тогда у нас все будет хорошо. Так вот, на сей счет, я вам скажу, есть опыт наших соседей. Даже не мировой опыт соседей. Грузия, Армения. Вот армянский опыт, он более показательный. В Армении в свое время тоже провели определенную модернизацию. Пустили частный бизнес в электрическую систему. Сегодня, если я не ошибаюсь, в Армении киловатт-час электричества стоит 7 рублей 70 копеек. Ну, плюс-минус, да? Ну, перебои с электричеством там случаются. В 2015 году по этому поводу из-за резкого, там, на 16% увеличивали тариф. Были даже протесты, широкие были протесты. Так как компания, энергетическая компания Армении является на 100% дочкой Интеррау России, это все немножко перешло и переросло в такой антироссийский окрас, стало иметь. Вот вам негативный опыт. То есть, частный бизнес, это частный бизнес. Во всем мире так. Он извлекает прибыль. Главная цель бизнеса, это прибыль. Мы в этом плане никого не осуждаем. И тут мы подходим к повышению цен на энергию в Абхазии. Да. Я не перебила? Что будет происходить? В любом случае, ну, по этой схеме, которая предлагает нам сегодня правительство, повышение тарифа неизбежно. Правильно? Да, конечно. Это только первый этап. Если мы имеем в Армении 7 рублей, кстати, в Грузии порядка 6 рублей, 5-6 рублей, и там тоже частный бизнес. Если мы имеем повышенный тариф, имеем присутствие частного бизнеса, который извлекает прибыль из этой отрасли. К примеру, по сегодняшнему употреблению в Абхазии, если 2,9 миллиарда киловатт-часов мы употребляем сегодня, если это перевести на 7 рублей, это 20 с лишним миллиардов рублей в год. А если полностью, конечно, плачут. За такие деньги, обходя и сама, может содержать свою энергетику, нет? Вот в чем смысл. Если мы с вами, а это неизбежно, я считаю, что мы все должны платить за потребляемую электроэнергию. Это раз. Два. Мы должны научиться экономить электричество, потому что это наш с вами ресурс. Это наш абхазский государственный ресурс, это наше богатство. И мы должны бережно к нему относиться. И мы должны научиться экономить, бережно относиться. И, конечно, мы должны платить чуть больше того, что платим сейчас. Но чуть больше, это не 7 рублей за киловатт-часов. Но это еще и дорога с двухсторонним движением должна быть. Я должна знать, что у меня не перегорят за один месяц 6 УПС-ок, да? В результате скачков. То есть, вот как бы это... Это все возможно сделать. Я имею в виду сохранить социальный тариф, социальную вообще платформу в этой сфере, в этой отрасли, только при условии сохранения государственной собственности. Вопрос лишь в том, чтобы более эффективный менеджмент, современный менеджмент. Не только в государстве, там давно уже поменять нужно и подходы. У этой команды, сегодняшней власти, там есть много молодых, интересных, достаточно талантливых людей. Но в целом нет реформ, нет никакого плана развития, нет никакого видения. Два с половиной года полных прошли, и обществу до сих пор не представлена наглядно ни одна какая-то формулировка, ради чего эти люди так упорно шли во власть. На самом деле это плохо. В современном мире нужны современные подходы к управлению, конкретный KPI. Люди должны быть ответственны. Ответственность здесь больше, чем в частном бизнесе должно присутствовать. Потому что решения, которые реализуются людьми ответственными, они на судьбы людей влияют, на народ в целом. И в энергетике сегодня мы видим такую ситуацию, которая действительно в каждом доме, в каждой квартире видна. Сейчас холодные периоды впереди, и правительство не может и не в состоянии отчетливо сказать, что нас ждет. Потому что если вернуться к линии Ачегвара, там наши энергетики исправляют то, что сделали привлеченные подрядчики извне. Хотя можно было нашим энергетикам доверить, еще в 2020 году, когда говорили об этом депутаты 6-го созыва, в 2021 году сделать эти работы, и наши ребята вполне с этим бы справились. И не было бы сегодня таких проблем. Но вопрос номер два. Даже если мы сейчас этот участок восстановим, при таком потреблении, которое есть сейчас, вы знаете, что уровень воды в Жуважском водохранилище опускается каждый день на метр с лишним. Там сейчас, если я не ошибаюсь, порядка 424-25 метров. Но критическое это 420, считается 410, это полная остановка. 415, конечно. По-разному, да, 415 даже возьмем. Это вот 10 дней, 2 недели максимум. И мы столкнемся все равно с дефицитом электроэлектрики. Да, самого электричества не будет. Это одна сторона. Ну, говорят, идут переговоры, чтобы получить переток. Но даже и будет переток, при таком высоком потреблении, восстановим отчигварскую линию, получим переток, подстанции выдерживать не будут. Опять же, возвращаемся к ответственности. Ведь конкретные были поставлены задачи главы государства. 2019 год плюс 5%. Всем главам администрации, всем ответственным лицам были даны конкретные поручения. Ни один человек не исполнил ни одного поручения. Все на своих местах. Отгур, ну, изменить нынешнюю власть вы не можете, да? Какой выход вообще в этой ситуации? Что вы предлагаете? Что может сделать оппозиция, не имея никаких рычагов управления и не имея никаких рычагов воздействия на власть? Что в этой ситуации? Первое. И самое главное, не только оппозиция, все они безразличные граждане. Абсолютно. Общественность, ладно. Что мы делаем? Мы на системном уровне говорим о проблемах, оповещаем людей. Если вы сами в начале нашей беседы сказали, что год назад мы об этом говорили. Вот наша задача, как людей, имеющие более такой практический опыт, заранее говорить, предупреждать. Но это наша задача предвидеть какие-то проблемы, подсказывать. В этом смысле, как бы это ни звучало, задача оппозиции помочь власти на самом деле. Если власть хочет этой помощи, и она слышит. Но, к сожалению, вы правильно говорите, что власть не слышит. Мы же зла не желаем никому. Наша задача и власти, и нас, и политических деятелей оппозиции, помочь рядовому гражданину. На самом деле, это наша общая задача. Да, я думаю, что это даже важнее, чем помочь власти, помочь право-столетам. Да, критикуя, может быть, иногда, может быть, чрезмерно критикую, или наоборот, слишком слабо критикуя, мы должны подталкивать власть делать правильные решения. В принципе, когда я выступал, мои коллеги выступали, мы именно для этого это говорили. Откоры, депутаты парламента это делают три года, и оппозиция это делает три года, и общественность в последнее время очень активизировалась. Как бы я не вижу обратной реакции. Построили заборы, огородились, выставили охрану, и, похоже, ожидают каких-то боевых действий, причем не со стороны, не извне, а внутри общества. И никаких подвижек, никакого осмысления происходящих процессов на самом деле не присутствует. Мне кажется, что мы оказались в каком-то тупике. Ну, ваш вопрос понятен. Мы хотим оставаться в рамках нашего абхазского законодательства, нашей конституции. Мы не хотим ее нарушать. И главу государства нашего президента выбрал абхазский народ. И президент нарушает конституцию сегодня, да? В соответствии с конституцией у него есть срок полномочий в пять лет. Да, не так давно были выборы в парламенте. Вот в этом зале мы об этом говорили, я обращался к людям, что выборы нужно перенести, потому что и так далее, и так далее. Наша задача донести до людей, значит, может быть, я на себя беру часть ответственности, может быть, я или там кто-то из моих коллег недостаточно убедительно или аргументированно донесли до власти, что это будет какая-то проблема серьезная. Или для людей и так далее. Но в конце концов, то слово, которое вы употребили, тупик, может обернуться очередным витком политического жесткого противостояния политическим кризисам. Особенно на такие социальные чувствительные темы, как электричество, электроэнергия, топливо и так далее, это все может привести к каким-то нехорошим сценариям. На самом деле, считаю, обоснованным желание людей бороться за свои права. Тут уже не политика, не оппозиция власти. Тут уже идет защита национальных интересов в стратегической отрасли. Все, что мы говорили, подтверждается. Это были не политические спекуляции, это то, что написано вот в этих документах. Это не только же касательно энергетики, решения российских судов будут признаваться уже в Абхазии. Многое о других вопросах. Идет полная сдача национальных интересов. И почему я так уверенно об этом говорю? Потому что я работал долгое время в правительстве. Все эти вопросы в той или иной формулировке, с ними мы сталкивались. Но там, где надо сказать своему даже партнеру, самому близкому слово нет, надо говорить нет. И надо это обосновывать. Не в качестве упрека и так далее. А просто надо объяснить, что здесь в Республике Абхазии другая парадигма существования. То, что есть там, работает в Армении, в Абхазии работать не будет. Но слепо подписывать то, что предлагается там извне, это приведет в конечном итоге к плохим результатам не только для действующей власти. Вообще, если взять опять вернуться к армянскому опыту, может навредить нашим отношениям. Хотя наши отношения довольно прочные, но нам здесь не нужны темные пятна. Поэтому, если завтра власть будет продолжать игнорировать вот эту реальность, когда люди сидят часами без света, не понимая, когда это закончится. Вы понимаете, после войны, когда мы сидели часами без света, мы понимали, что мы в блокаде. И ради чего мы сидим без света? К чему мы все это понимали? И мы это терпия ребенком был, я помню. Сейчас мы не понимаем. Вот я не понимаю, почему я должен, моя мать дома должна сидеть без света. Мои соседи должны, пенсионеры, которые всю свою жизнь отдали, трудясь, они должны сидеть, обогреваться там теплыми одеялами и так далее. Никто этого не понимает. Вот если власть будет игнорировать, если люди, которые прямые чиновники, ответственные руководители, кто за это отвечает, они будут продолжать работать, конечно, народ имеет полное право выйти на улицу и потребовать, уже конкретно призвать к ответу действующую власть. И я в этом целиком полностью поддерживаю каждого гражданина, кто так думает. Иначе это зайдет слишком далеко.